а здесь мы сейчас с вами попробуем subdivide прикол subdivision нет не сработал сам деревне сработала и не заметно теперь так тогда по-другому правда тогда будет слишком много заяна контроллер так можно сделать отлично и еще один контроллер так еще им контроллер потому что не хочет она работать subdivision я не видна так так и сказал еще одну контроллер мне как раз мне как раз такие нужны сейчас контролл вот такие отлично и здесь сейчас контроллер тут чего нет ну посмотрите сколько лишних тут полосах теперь деваться некуда ребят теперь мы возьмем вот эти два и вот так здесь у нас будет как бы типа радиатора здесь будут фары но надо еще с этим поработать я вот сейчас смотрю небольшого ты ли он давайте по немножечко его уменьшить все таки смотрят брутально не брутально но перебрутально я сделал сейчас мне кажется джипа зато вот так там такой здесь такой все отлично теперь выделим вот эти ребра и попробуем их опустить да прекрасно опустилась все как можно так и теперь здесь надо дырку попить сейчас проблем мы возьмем теперь вот этот этот и скажем и так правильно это будет или нет нет придется еще раз что ли контролировать потому что мне надо чтобы она была вот здесь в стороне вообще булевую можно было применить опираться не знаю стоило такое умудрить давайте вот так и сделать чтобы избежать вот этих вот дел всех мы возьмем булечку сделал булечку загогулечку возьмем кубик не так уж много наследили с ним теперь давайте мы его вот сюда попрем бум 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 джипа и греху вот сюда наверху вот так вот так здесь должна быть большая одна дырка и такие две маленькие даже идти наживайте давайте вот так и теперь по иксу с пиксу раздвинем сначала сделаем большую да она должна быть тогда повыше с вот так давайте ее приспособим сюда так джипа и лучшее поднять так еще сейчас мы ее сдвинем а так это будет тэн 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 это будет с пиксу да вот так мы раздвинем отлично теперь скажем, чтобы потом не делать еще раз Shift D вот сюда вот ну Shift D и маленькую сначала вот я подумал сейчас сможет ли она сделать здесь в були не були? Нет, не может ладно, плевать раз такое дело выделяем выделяем все и говорим ей хотя почему мы с кубика сделали ерундой занимается ну да ладно мы говорим, что вот эту штуку из секунду она не прилепилась случаям ну а конечно поэтому все и происходит у меня летняя сейчас P вот поэтому она и не хотела ничего делать ну-ка сейчас все выделить и сказать, что вот этот и вот этот Ctrl B не хочет не знаю Тулик там два теперь такое бывает давайте сделаем следующее если такое бывает то лучше это уничтожить сразу вот эту вот штуку уничтожим вот так и начинаем по новой то есть мы берем сейчас с вами Mesh кубик вытаскиваем этот кубик по ISO нет по Y да так уменьшаем SZ так вот и и теперь SY такую палочку сделаем ну и теперь еще раз S вот так как и что им мешает вот здесь допустим мне непонятно это вот отдельно это вот отдельно все верно так берем что тебе помешало здесь сделать BVL вот такой хотя бы ну неправильно потому что здесь есть косяки вот они один метр стоит нифига все сбросить оставить вот это нет а что я взял не везет смотри вывернуты эти нормальный вы ладно 1 2 3 еще раз так сейчас сейчас берем массовальный кубик вытаскиваем его по Y вот так вытащили уменьшили по высоте S по Z так вот и S по Y так отлично далее я смотрю достаточно будет так вот это ребро уберем вот это ребро ребра это вот и вот это ребро берем Ctrl-B выбираем еще раз так убираем все его трансформации и пробуем еще раз это ребро и это ребро Ctrl-B вот теперь все хорошо так берем эту штукенцию и вставляем туда куда нужно G по Y вот сюда раз и наверх по Z так так скажем еще Shift-D берем я пока сюда а это мы сделаем сейчас Fascava и через все получили и теперь следующее еще вот это выбрали взяли Edit взяли точки а тут лучше не точки тут лучше ребры вот эти ребры взяли так и двинули их E вот так по оси Y так оси Y отличный и потом мы можем закрыть еще сказать если захотим конечно можем это дальше двинуть еще это будет уже G по Y можем дальше задвинуть хорошо теперь берем вот эту и тоже уменьшаем ее не тоже а прямо сейчас уменьшаем и по S по X вот так и следующее вот тут мне тоже бы надо но я думаю сейчас тут такого наворотилось так edit mode ребра вот это ребро вот это навряд ли он сможет сейчас нет взял нормально так и теперь мы возьмем вот этот объект и посмотрим сбоку так и потащим туда куда нам нужно G вот тут и теперь G PXO ниже немножко вот так и еще сейчас вот сюда и так 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 может повыше сделать S по Z вот так да и подвинуть еще по X вот сюда вот так она будет верно и тоже выделить и сказать дифференции этого перед у нас вполне очень брутальный очень хороший перед мне нравится теперь давайте займемся этими делами вот тут в общем-то не так уж сложно все так сейчас выдели вот это вот хотя подождите сначала мы должны с вами вот это сделать два ребра взять вот этих три вернее и потянуть их по оси Y G Y чтобы они более-менее одинаковые а теперь вот уже можно спокойненько вот это выбрать и с помощью этого недоработанного инструмента потянем вниз вот так у нас кузовок такой и надо посмотреть еще как должны быть эти фонари задние и в принципе все нам надо кое-что изогнуть вот здесь сзади а то есть вот взять вот этот вот это ребро и вот это ребро и попытаться их выгнать сюда то есть просто G и Y да именно вот так именно вот так так здесь же надо нам сделать еще один Ctrl R вот то наверное так и потащить вот этот секундочку вот этот этот ребро его надо нам потащить вниз вот так так а этот это ребрышко вот это ребрышко его надо потащить по X вот так отлично здесь будет стоять номер а вот эти ребята как же у вас сделать давайте так попробуем нету только эти нужны в принципе в принципе можно так оставить взять вот этот этот маленько вам сказать вот так и вытащить его какой будет у вас красивый фонарик так мы с вами в принципе уже закончили осталось сделать всякие такие штуки и дрюки типа этих задних вернее фар не фары а эти зеркала заднего вида потом что еще ну сделать типа здесь это будет тоже типа номера сделаю сейчас сделаю это нетрудно вытаскиваю G по Y назад вот так давайте делать S вниз нет а что S по Z сделаю вот так вот так потом уменьшим по Y так и по X поставим этот номерной знак почему там нет я не знаю здесь он есть да странно странные вы товарищи американцы G нет G по Y вот так смотрим смотрим поднимаем наверх G по Z вот так ставим хорошо ли S по X конечно хорошо готов ну и что еще колесо давайте колесо делов с этими колесами давайте мы его сделаем сейчас shift когда вот эти обода все сделаем то колесо это стоп такое уже вот тут надо еще немножко поправить мне кажется там немножко нет не то ну ладно сейчас все не должно быть у нас прям shift а берем нико берем цилиндр он должен быть сейчас такой же как этот потому что 10 теперь переворачиваем его по Y до 90 так вытаскиваем по X куда тащим сюда сюда уменьшаем толщину вот такую сделаем мне как-то радиус тоже надо немножко уменьшить смотрим теперь сбоку берем это колесико попались P отдельно теперь берем и тащим G так 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 это будет а у нас там тоже колесо шишек поэтому так G будет по Y вот сюда так и заводим его теперь нашим мешался заводим примерим просто G сюда ну просто примерил так чуть-чуть выпустим вот так как G да и немножко опустим вниз G по Z великолепно все все чудненько вот так ну а дальше все просто наберем нетнот выбираем вот это нет сначала вот это делаем и вот здесь тоже здесь игром control b делаем кругленькую далее возьмем сейчас и так еще раз и втягиваем внутрь G по X вот надо подумать какую сделать эту так не знаю вы наверное не заметили как сидел колес я что-то отключил забыл включить болтаю вот они стоят но я для вас как бы повторю сейчас так попробую назад уйти то есть я взял вот такую бабушечку да и теперь первое что я сделал я закруглил края потом взял control и еще раз control и вогнал вовнутрь вытащил control и и вытащил ее вот так потом еще раз еще раз еще раз для чего для того чтобы вот здесь сначала попробовал так сделал полукругло здесь выбрал хотел сделал вручную эти внутренние и потом вдавил вовнутрь это все выделил вдавил вовнутрь сказал мне нужна еще вот здесь и на этом ребят у нас получился очень интересный американский джипик но мы не будем оставаться уже на то чтобы сделать этот несчастный ручку или же эту зеркало делали сто раз с вами поэтому в этом нет ничего интересного главное что вот это все получилось вот это вот мультально все красиво и замечательно на этом я с вами попрощаюсь сколько времени ну да 24 минуты тратить уже на эти мелочи неохота факт то что мы с вами получили американский пикап который будет виновником ДТП все на этом я с вами прощаюсь